Всем привет, ребята! Вы на канале Тойчо и Кит. Сегодня мы проходим сумеречный роман, эпизод девятый. Саэ, ты где? Я бежала по лесу, освещенному полной луной, и звала Саэ в надежде услышать её. Та же прекрасная луна, которую я видела с Лео, светила с неба, но на этот раз она казалась зловещей. Как всё это могло произойти? Это и есть то разнообразие, которого я так ждала в своей жизни? Наконец я увидела их. Саэ держала женщина в красном платье. Рядом стоял Рэй с самоуверенной улыбкой. Аделина, ты пришла! Увидев меня, Саэ была и рада, и огорчена одновременно. Я пришла, как и обещала. Отпусти Саэ! Наконец ты пришла, моя дорогая жертва! Рэй театрально поклонился. Но я не отдам тебе, Саэ. Ты не выполнишь своё обещание? Спросила я дрожащим голосом. Когда Рэй ответил, в его голосе было недовольство. Обещание? Ты та, кто нарушила его? Я проследила за его взглядом и увидела стоящего там Лео. Лео! Я говорила не ходить за мной! Я не могу оставаться в стороне, когда тебе плохо, и не позволю тебе попасть в его западню. Рядом с Лео стояли Акира, Альберт и моё Зуми. Ты в порядке, Аделина? Не относись к своей жизни так легкомысленно. Но я не могу оставить Саэ вот так! Как ты смог пробраться сюда мимо полиции? Рэй охотно ответил. Может, благодаря тому, что я не единственный ваш враг? Не так ли, Акахоше? Что? О чём ты говоришь? Вместо ответа Акахоше вышел из-за деревьев. Прости, Шион, я хочу большего, чем просто быть охотником. Предатель. Ха, нет. Я никого не предавал, я всегда был на его стороне, ты знаешь? Я всегда завидовал твоим силам, но ты выбрал быть человеком. Твоё решение унижает меня. Достаточно, Акахоше, поскольку ты нарушила обещание, тебя следует наказать. Рэй протянул руки к шее Саэ. Стой! Пожалуйста, я сделаю всё, только отпусти Саэ! Хм... Так отчаялась, ты меня забавляешь. То же произошло и тогда, они выдвигают требования, а сами не сдерживают условия сделки. Рэй сказал это леденящим голосом, от которого у меня волосы встали дыбом. Ты говоришь о том налёте? Именно, когда папа и мама были убиты во время этих мирных переговоров с людьми. Их провели сразу же, ты знаешь, я не прощу людей за это. Пока Лео и Рэй говорили, Акахоше и Майюзуми стояли, направив друг на друга оружие. Ты стал вампиром? Майюзуми говорил так, будто не мог поверить в это. Может и так, хочешь проверить? В этот момент раздался выстрел. Это был пистолет Майюзуми. Акахоше, раненый в плечо, уронил пистолет и бессильно повалился на Майюзуми. Я не пощажу своего врага, вампир он или человек, или даже бывший друг. Ты всегда был таким. Глядя на рану Акахоше, Майюзуми вздохнул с облегчением. Значит, ты все еще человек. Я прошу прощения, но я отведу его в безопасное место. Пока позаботьтесь о них. Сказав это, Майюзуми исчез, словно порыв ветра. Ты даже не дрогнул, когда твоего друга подстрелили? Никогда не считай людей своими друзьями. Глаза женщины, которая удерживала Саэ, задрожали, и она сдавленно спросила. Мой господин! Разве я не ваш друг? Ты особый случай, к тому же ты вампир. Несмотря на то, что в его ответе слышалось сомнение, женщина вздохнула с облегчением. Я счастлива слышать это. Теперь вернемся к нашей теме. Лео, не желаешь ли склониться передо мной? Га! Лео, это все, что нам остается? В данной ситуации. Вы оба, и Альберт и мой брат стали слабыми, свяжавшись с людьми. Но Лео не шелохнулся. Что скажешь, Лео, если ты не подчинишься Саэ? Пожалуйста, спаси ее. Если Аделина просит меня. Нет, господин Лео, если вы сделаете это, люди потеряют свою свободу. Прости, Альберт. Лео медленно приближался к Рею. Более всего, я сейчас ненавидела свой эгоизм. Мы спасем Саэ, но люди больше никогда не будут жить, как раньше. Лео, наконец, подошел к Рею. Я знаю, я буду презирать себя за это до конца своей жизни. Я не хотел быть жестоким, но уверен, что ты тоже ненавидишь людей. Ведь так, брат? Я тоже не хочу быть жестоким. А? Белый меч Лео сверкнул в его руке и остановился прямо у горла Рея. Господин Рей! Женщина, которая стояла рядом, резко выхватила свой клинок и отразила меч Лео от опешившего Рея. Ваш шанс! Услышав это, Акира и Альберт сорвались с места. Как будто я позволю вам. Рей колебался лишь секунду, оценивая ситуацию, но мгновенно атаковал сразу обоих. Чтобы снова схватить Саэ. Но Акира отразила атаку Рея, давая шанс Альберту схватить Саэ и вернуть ее ко мне. Аделина! Я так испугалась! Мы обнялись как никогда, чувствуя себя живыми. Я защищу вас обоих. Прости, это все из-за меня. Не извиняйся, ты всего лишь хотела спасти подругу, верно? Кроме того, я знала о намерениях господина Лео. Так что уверен, что он не держит зла на тебя. Спасибо! Но это был еще не конец. Рядом с нами разгоралась битва. Юкари, меняемся. Я позабочусь о нем. Лео, ты предал свой род! Рей и Лео скрестили мечи. Тогда я займусь этой псиной, наш старый враг с незапамятных времен. Хм, ну попробуй. Сейчас это безнадежно, но если мою зуми вернется... Но ситуация стала еще хуже, когда Рей стал с удвоенной силой наступать на Лео. Это потому, что ты пьешь только кровь животных. Тебе ни за что не победить меня, брат. Пусть так. Я все равно хочу защитить людей. Нет, больше всего я хочу защитить Аделину. Их мечи оглушительно скрежетали в пылу битвы. Тебе не превзойти меня. Меч Лео отлетел в сторону. Рей бросился на Лео со своим черным мечом. Берегись! Я прыгнула прямо в драку, заслонив с собой Лео. Нах... Аделина! В первую секунду я не почувствовала ничего, но, заметив, как что-то теплое стекает по моей руке, я ощутила волну резкой боли в плечи. Она... Почему? Она человек, и все-таки... Рей был по какой-то причине шокирован моим поступком. Ты... Ты совсем как она? Сказав это, Рей замер. Лео, я так рада, что ты в порядке. Ты не ранен? Забудь обо мне, ты должна беспокоиться о себе. Мне показалось, что в глазах Лео были слезы. Увидев, куда я была ранена, Лео вздохнул с облегчением. Никогда не делай так. Лео обнял меня, и я коснулась его щеки. Кровь закапала вниз с моей руки. Как сладко пахнет... Кровь... Лео слизнул кровь с моего пальца, затем переместился к ладони, продолжая слизывать кровь. Потрясающе! Проклятие, не говори, что ты... Рей с удивлением, наблюдавший за происходящим, принял стойку. Прости, Рей, но я не собираюсь отступать. Продолжение следует. Друзья, это была очень эпичная битва. Я никак даже не подозревала, что в нашей команде может быть предатель. Это меня просто поразило. Я очень рада, что получилось спасти Саэ, когда Рей сказал, ты как она. Как она это кто? Как его мать или как кто? Кто? Почему этого не пояснили? И... А еще Лео начал облизывать кровь с Аделины. И я теперь боюсь, как бы он ее не укусил, не убил там или еще чего. Ну, думаю, что этого не случится. И раз он облизал ее кровь, то, получается, должна уже как бы состояться, типа, вот это вот их, как бы это сказать... Вот этот ритуал, который они должны были совершить. Вроде как он же должен был выпить ее кровь. И он ее выпил, можно так сказать. И почему они не додумались до этого раньше, что можно ей просто там сделать небольшой надрез и попить немного крови. Ну, или просто попить немного крови, не убив ее при этом. Ну, в общем, вот такие вот у меня мысли. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И всем пока-пока.